Когда перед университетом стала задача термометрии на входе, то есть измерение температуры наших студентов, наших гостей, наших посетителей, было рассмотрено достаточно большое количество разных решений. То есть это от ручных термометров, которыми сейчас пользуются, с которыми сейчас знакомы все абсолютно, так и новые современные решения аналогичные тем, которые сейчас представлены, которые сейчас стоят в университете. Это планшеты, оснащенные температурными датчиками, камерами. Основное преимущество данного выбранного решения это не только наличие сенсоров, которые измеряют температуру, но и наличие камер, которые в дальнейшем позволят это решение модернизировать и довести до системы, которая будет распознавать лицо человека и служить так называемой биометрической системой доступа в здание университета. Ну, если говорить о точности, да, здесь устройство уже достаточно более высокого уровня, более высокого класса, чем ручные термометры. Да, они более точно откалиброваны, поэтому точность измерения температуры здесь на порядок выше. Система выстроена таким образом, что она не пустит человека до тех пор, пока он не измерит температуру и пока не покажет человеку, то есть не даст нам понять, что все в порядке, что температура та, которая допустима для входа в здание университета, да, и после этого система пропускает человека. Этот год действительно у нас очень сложный в плане эпид-обстановки. Значит, мы должны соблюдать семь основных правил. Ну, на самом деле их больше, да, но мы остановимся на главном. Надо стараться как можно меньше находиться в многолюдных местах, да, это вне университета, я говорю сейчас в общем. Соблюдать правила личной гигиены. Обязательно носить с собой антисептики или дезинфицирующие спиртовые средства. Сейчас они, слава богу, в доступе, их можно приобрести. Часто мыть руки. И мыть руки 2-3 минуты, если есть возможность делать это как можно чаще, да, если нет, опять же, подручных дезинфицирующих средств. Соблюдать дистанцию полтора метра, но, как правило, опять же, мы не можем это себе позволить, да, тогда мы пользуемся средствами индивидуальной защиты. Это маска. Маску нужно обязательно заранее при входе в университет уже подготавливать. И заходим в здание, одеваем масочку, проходим дальше. Следующая мера безопасности это перчатки. Ну, перчатки мы, в принципе, опять же, если пользуемся дезинфицирующими средствами, да, их можно не носить, чтобы руки не потели. Потому что писать, я понимаю, что весь день в масках, в перчатках это очень тяжело. Коронавирусная инфекция, она достаточно еще не изучена. Она очень схожа с симптоматикой по гриппу. Но самое главное это то, что если ты заразился этим спаливанием, то очень большие серьезные осложнения. Ты можешь остаться как инвалидом на всю жизнь по легочным заболеваниям, либо это высокий процент смертности. Пренебрегать правилами безопасности и профилактики не рекомендуется и нельзя. Это ваше здоровье, это ваша дальнейшая жизнь. Обязательно надо носить маску. На самом деле народные средства, такие как имбирь, чеснок, цитрусовые, да, они повышают иммунитет, но как таковой профилактики этого вируса не являются. Они будут просто укреплять наш организм. Значит, первое проявление этого вируса это повышенная температура. Как правило, это выше 37,8-38 градусов. Быстрая утомляемость, сухой кашель, першение в горле, заложенность носа. У многих отмечается изменение вкусовых рецепторов, то есть человек либо не чувствует запахов, да, не чувствует вкуса. Если начинают проявляться такие симптомы, то сразу же первым делом лучше оставаться дома и вызвать врача на дом. Либо, если это случилось уже по дороге на учебу или на работу, сообщить об этом охране, которая вызовет медицинскую сестру, либо врача, и которая организует вызов скорой помощи. Таких студентов и сотрудников мы помещаем в изолятор, который находится в каждом корпусе у нас. Уважаемые коллеги и студенты. Берегите себя, будьте здоровы, всего вам хорошего!